Хабаровчане пытаются разобраться в квитанциях за горячую воду. Тысячи потребителей получили платежные документы с дополнительными суммами. У одних это 500 рублей, у других 1500 и больше. Откуда взялись долги? За разъяснениями к энергетикам отправилась Софья Коренева. Это было в понедельник, причем это было уже во второй половине дня. И я сидела здесь три часа, дабы попасть на прием. С тех пор, как хабаровчане получили июньские квитанции об оплате горячей воды, офис Дальневосточной энергетической компании заполнен недовольными клиентами. Раиса Гладкова в понедельник пришла узнать, за что ей нужно доплатить 1677 рублей. А вот, пожалуйста, указано снижение качества услуги. То бишь, это у них графа, и они эту суммарно выставили сумму. В офисе оказалось, пенсионерке требуют деньги, которые она, по данным ресурсоснабжающей организации, не доплатила еще в прошлом году. Из крана тогда текла еле теплая вода, женщине сделали перерасчет. Наше право, да, действительно, обратиться в управляющую компанию с тем, чтобы сделали перерасчет. Перерасчеты были сделаны, однако теперь эти перерасчеты нам вменили в графу вот сегодня за июль месяц. Была неправильная формула обложена, и за это мы сейчас сделаем перерасчет. Еще раз, мы проходим по другой форме. А если я с этим не согласна, дайте мне квитанцию, ту, которую я за этот месяц должен заплатить. Коммунальную услугу хабаровчанам предоставляет дальневосточная генерирующая компания. Расчеты делает ДЭК. В их офисе и ведут разъяснительную работу с клиентами. Суммы, которые нужно доплатить, разные. У кого-то не больше тысячи. В редакцию программы новости пришло письмо и от жительницы, с которой, по ее словам, требуют 6 тысяч. Скандал с платой за горячую воду в крае уже случался в начале этого года. Тогда она выросла на 25%, хотя по закону не могла увеличиться больше, чем на 2%. Все из-за того, что в квитанциях появилась новая графа норматив на подогрев воды, к которой это правило не относится. В Краевом комитете по ценам и тарифам пообещали разобраться с проблемой. Всем гражданам, если не в феврале, то в марте, я думаю, перерасчет будет сделан. Точное число невольных должников в съемочной группе узнать не удалось. По неофициальным источникам это примерно четверть жителей Хабаровска. К концу рабочего дня из ДГК пришел официальный комментарий о том, что в 2018 году перерасчет был сделан неверно. Людям снизили плату за целые месяцы, хотя должны были сделать перерасчет за конкретные дни. Раиса Гладкова в любом случае намерена написать жалобу прокуратуру.